всех приветствую на канале миловой сегодня у нас в разборе это вот такая классненькая тарелочка сорт здесь у нас идет фреш и также пеленый ста не стандарт давайте пожалуй начну с или но что сказал с кускового фреш все Ну, для меня этот сорт идет такой, он очень маркий, без каких-либо вкраплений. Немножко есть ощущение какой-то побелки, также воздушный, просто мега легко откусывается. По твердости ближе к мягкому, наверное, он идет. То есть здесь вообще нет никакой жирности, потому что сорт легкий сам по себе, не жирный, немножко совсем вяжет. Уже, кстати, какой сорт подряд, не жирный не попадается. Все вот такие легенькие идут. Продолжение следует... Так же в мокком виде попробуем. Пусть он пока порежет. А это у нас... Пиренный нестандарт. Кто-то мне писал в комментариях, что... Что про него? Про рафинат. Что его много не съешь. Ну, почему же его много не съесть? Это же тот же пиленный стандарт. А весь этот мелок, он же делается не именно из этого сорта, да? То есть если я могу вот этого сорта много съесть, то почему я этот же сорт, только в пиленом виде, столько же много не съем? Это же не именно один сорт, так я уже сказал, а может абсолютно любой сорт так сделан быть. Потом по поводу микрофона. Я, в общем, пришел мне микрофон еще вот в день последнего видеоролика. Я его забрал, и на телефоне он, к сожалению, не поддерживался. Такое замечательно. В итоге я заказал все-таки оригинальный микрофон. К следующему видеоролику, думаю, он придет, но не буду гадать, потому что в предыдущий раз так же сказал. В итоге все пошло не по плану. Что еще? Видеоролик, который я с основной страницы вкладывал, там где я Дашу подарил, сделал сюрприз, так скажем, что некоторые там придрались, что как бы такой не является подарком. Ну, не знаю, для меня это я именно как сделал сюрприз, как подарок получился, потому что там не был какой-то особый праздник, день рождения, вообще никакого праздника не было. То есть я просто знал, что человеку это хочется, я ему в простой день, в самый обычный это купил, сделал ему сюрприз. Ну, мне кажется, это как сюрприз и подарок считается все-таки. Такс, ну давайте пробовать пиленный нестандарт. Еще, блин, сегодня все утро пытаюсь просто и видео записать, а все не получается, потому что соседи сверху капель шумные. Не то, чтобы даже соседи в этом виноваты. Здесь, скажу, скорее та шумоизоляция, которая есть, потому что из-за того, что вот эти вот батареи сквозь они идут, получается, через кухню у всех. То есть ты сверху батарею здесь все, допустим, пошатаю, сверху у соседей она пошатается и, то есть, как бы, там вот этот проход никак не шума не изолирован между стен, ну, именно полами. Поэтому просто ужас. Ну, сейчас вроде поддерж встал, у них ребенок там успокоился, такое чувство, будто не у них ребенок, а у меня, честно, шло. Так, фреш в мокром виде. Фреш в мокрое. Мне почему-то кажется, что жирные сорта в мокром виде немножко поинтереснее раскрываются, нежели вот так. Ну, в общем, значит, по поводу фреша, мел очень воздушный, отдает побелкой. Также получается, нет никаких либо вкраплений, откусывается легко, без каких-либо усилий, сам по себе мягкий сорт. Когда откусываешь, идет сначала крупинка, но она практически моментально просто в кашицу уходит. Ну и можете уже переходить на следующий видеоролик, там чисто СМР, постараюсь сделать его еще поближе. Как многие могли уже заметить, что сейчас так же чуть ближе снимают, чем обычно. Ну, поехали. Ставьте лайки, кстати, они очень важны. И обязательно комментируй. Всем пока.